Имя Фауст Но в то же время невозможно забыть также и того, куда это имя восходит Оно восходит к народной книге 16 века, где это имя несколько иначе пишется и произносится Там речь идет о докторе Фаустусе Доктор Йохан Фаустус, по-видимому, был историческим лицом И с ним примерно произошло все то, что в этой книге описано По своему значению оба эти имени не совпадают Дело в том, что по-немецки в имени Фауст есть соблазн По-немецки Фауст обозначает кулак, причем не в переносном значении, а в прямом Вот такой кулак Разумеется, это недоразумение Немецкий Фауст тоже происходит от латинского Faustus, что означает счастливый, удачливый Под этим именем был известен этот доктор и чернокнижник 16 века И это имя приобрело зловещую иронию в связи с тем, что мы знаем о его судьбе Кстати, есть и православное имя Фауст, которое того же происхождения Таким образом, образ Фаустуса раздвоился Есть доктор Фаустус народной книги и есть Фауст поэмы Гёте И между этими двумя Фаустами идет такая негласная, а иногда и гласная полемика Многое определяющее до сих пор даже в современной культуре Что рассказывает народная книга о Йохане Фаустусе? Это был человек, по-видимому, необычайно способный Который, приобретя все тогдашние научные степени, разочаровался в них Для того, чтобы выйти за пределы обычного человеческого знания, он вступает в союз с дьяволом Есть некоторые основания предполагать, что подобные ситуации действительно тогда возникали Был, например, такой гуманист Ермолай Варвар Который говорил, что он согласен вступить дьяволу, вступить с ним в заговор Если дьявол поможет ему перевести на латынь слово «энтелихия», встречающееся у Аристотеля Слово «энтелихия» означает высшую целесообразность, заложенную в человеческом организме У каждого из нас своя «энтелихия» На «энтелихии» будет основываться воскресение мертвых Как будто бы Ермолай Варвар перевел это слово на латынь выражением «perfecti habies», имеющий совершенство Но, разумеется, это не передает всех значений этого многозначного слова «энтелихия», принадлежащего, по-видимому, Аристотелю Это стремление вступить в союз с дьяволом ради того, чтобы нечто познать, лежит в основе личности доктора Фаустуса Но доктор Фаустус стремится не только к знанию Он стремится к некоему обладанию, к некоему всевластью Он стремится стать как бы сверхчеловеком с помощью дьявола И дьявол ему это обещает, он заключает с ним договор на 24 года И доктор Фаустус, пользуясь услугами дьявола, достигает действительно мировой славы Ему приписывают много разных, не хочется говорить, чудес, но необычайных поступков и необычайных событий Народная книга о докторе Фаустусе написана весьма красочным немецким языком, почти не поддающимся переводу Доктор Фаустус стремится, например, «элемента спекулирен» Это германизированная латинская форма Мыслить первоосновы он стремится Но всякий раз он стремится к этому мышлению своекорыстно Для того, чтобы в своих интересах этими элементами овладеть В этом был принцип алхимии Алхимия разделялась на получение истинного духовного золота Которое есть самопознание, которое есть таинственный свет в основе мира И того золота, которое продается и покупается Из которого чеканится монета Вот такому золоту начинает тяготеть доктор Фаустус в Народной книге Кроме того, он стремится освоить мировые пространства С помощью дьявола он устремляется инсгештирн, звезды Это выражение тоже трудно поддается переводу на русский язык Ему действительно открываются какие-то таинственные космические пространства Но в то же время он стремится и нечто изведать чисто в личном плане В интимном плане Он хочет, чтобы дьявол привел ему на ложе самую прекрасную женщину в мире А самая прекрасная женщина в мире – это Елена Троянская Из-за которой в свое время произошла Троянская война Надо сказать, что впоследствии говорили, что Парис ненастоящую Елену обрел Что это был призрак на самом деле И воевали из-за призрака Что настоящая красавица Елена скрывалась где-то в Египте Но нас эта тема сейчас не занимает Хотя мы не можем не предположить, что, возможно, дьявол привел ему именно этот призрак Но так или иначе Фауст застегает всяких преимуществ, всяких благ Он обладевает Еленой, той, которую он считает Еленой И, наконец, истекает его срок 24 года проходит И при странных обстоятельствах он исчезает Перед этим он собирает своих учеников и рассказывает свою историю Надо сказать, что эта сцена прощания Фауста с учениками Напоминает тайную вечерю Иисуса Но с обратным знаком Если Иисус просит учеников бодрствовать в эту ночь То Фаустус говорит, что спите, вы мне все равно не поможете И он говорит, что он наихудший христианин и наилучший христианин Наихудший христианин, потому что он совершил величайший грех, вступив в союз с дьяволом А наилучший христианин, потому что он понял греховность того, что произошло Но эта антивечеря, которую он совершает со своими учениками Она не помогает ему Утром, когда ученики просыпаются, они видят, что он исчез из своей комнаты И видят следы борьбы, видят капли крови и брызги мозга По-видимому, дьявол его забрал себе, причем не только его душу, но и его плоть Надо сказать, что этот вариант человека, который стремится к союзу с дьяволом Для достижения каких-то своих высших целей, вызывает множество откликов В Англии драматург Кристофер Марлоу пишет трагедию о докторе Фаустусе Много пишется поэтических произведений именно о гибнущем Фаустусе Который, достигая всего того, к чему может стремиться человек На самом деле себя обрекает аду и тому страшному исчезновению Которое описано в народной книге Но постепенно начинает вырисовываться и другая версия Она начинает вырисовываться в 18 веке Был в Германии такой критик, мыслитель и драматург по имени Готхольд и Фраем Лессинг Он задумывает трагедию о Фаустусе, который спасается И с этого начинается другая линия в истории Фауста Фаустуса Вернее, этот образ раздваивается Доктор Фаустус гибнет, а доктор Фауст спасается и даже торжествует Почему? Лессинг не дописал это произведение Остался только небольшой набросок от него С призагадочных обстоятельствах это произведение исчезло А может быть, было даже сожжено Говорили, что не без дьявола тут обошлось Дьявол отстаивал то право на Фаустуса Которое он обрел согласно договору Но так или иначе, этот небольшой обросок остался Что у Лессинга спасает Фауста? А его спасает то, что он бескорыстно ищет знания Такое желание обрести знания бескорыстно не может быть неугодно Богу И в конечном счете Бог прощает Фауста и дьявол терпит поражение И под этим названием Гёте пишет свою мировую драму Где именно Фауст не только спасается Но он даже торжествует Хотя он совершает много весьма неблаговидных поступков Как будто вся его жизнь состоит из грехов И тем не менее он спасается Потому что, во-первых, за него его возлюбленная Гретхен А во-вторых, то, что Лессинг приписывает своему Фаусту Свойственно Геттовскому Фаусту в высшей степени И в заключительной чтении этой мировой драмы Ангелы поют Гереттет эс дас эдли глид Дас гайста вэльт в твом бюзен Вер имя штребен, сих бемюд Дим кюнен вер эрлезен Эти строки означают Спасен благородный член духовного мира от зла Тот, кто всегда стремится и трудится Того мы можем спасти Это главное, что спасает Фауста Мысль, которую высказывает Лессинг Интересно, что этот замысел был уже у Гета совсем молодого Когда ему было 18 лет, он задумывает эту мировую драму А заканчивает он уже на пороге смерти За полгода до смерти он заканчивает вторую часть Фауста До этого он все время говорит, что он не может умереть, пока он не закончит этого произведения Природа обязана дать ему возможность его закончить А когда он его заканчивает, он говорит, что теперь неважно, проживу я годы или умру я завтра Он запечатывает его сургучной печатью Живет после этого полгода Говорят, что несколько раз он все-таки распечатывал эту печать и вносил какие-то изменения Таким образом появляется антагонизм доктора Фаустуса и Фауста, который спасается Это противостояние Фаустуса и Фауста проявляется в романе Томаса Мана, который также называется «Доктор Фаустус» Уже в самом названии «Доктор Фаустус. Полемика с Фаустом Гёте» Это роман именно о докторе Фаустусе И этот Фауст имеет реальное такое житейское воплощение Это композитор Адриан Леверкюен В жизни которого народная книга о Фаусте оживает Но это именно доктор Фаустус И мы видим то глубокое принципиальное различие между Фаустом и Фаустусом Томас Манн этому способствует Собственно, герой книги Томаса Мана живет музыкой Причем первоначально он пытается от своего призвания избежать Музыке он чувствует какую-то угрозу для себя И не без оснований, оказывается Сначала он хочет заняться теологией Но та теология, которой он занимается На самом деле, скорее демонологическая, чем божественная Уже в том университете, где он учится Преподаватели теологии имеют прямое отношение к демоническим ее основам Этим демоническим основам не чужды сочинения Да и самая жизнь основоположника того направления религиозного Которому принадлежит Адриан Леверген, лютеранство Известная история о том, как Лютер запустил чернильницей в дьявола Который мешал ему переводить священное писание Кстати, такая сцена есть и в Фаусте Гете Его Фауст переводит священное писание Доходит до Евангелия от Иоанна И останавливается перед словами В начале было слово И он вступает в спор с этим утверждением По его мнению, в начале было дело Но дело в том, что это само по себе не греховно Потому что в оригинале слово и дело одно и то же Об этом Христос скажет Что дело Божье в том, что вы меня веруете Так что, в общем, Гетовский Фауст и здесь, сам того не зная Не отступает от глубочайших истин христианства От которых отступает Адриан Леверген Ему, его преподаватели теологии Говорят о дьяволе больше, чем о Боге Надо сказать, что и у самого Лютера Дьявол играет немалую роль В сказаниях о его жизни говорят о том, что он беседовал с ним целые ночи Во всяком случае, хотя дьявола и отвергает, конечно, Лютер Но, тем не менее, трудно себе представить Лютера Без такого таинственного и странного спутника Напоминающего Мефистофеля Фаусти Гёте Хотя играющего другую роковую роль Адриан Леверген пытается и поэтому избежать своего призвания Не предаваться музыке Он утешается той мыслью, что, собственно, музыка больше не существует В культуре современного Запада Это начало 20 века Такая идея неоднократно высказывалась Идея смерти искусства была распространена в это время на Западе Собственно, она и теперь распространена Есть такое веское предположение Будто существует определенное количество мелодий Доступных человеческому слуху И эти мелодии теперь исчерпаны Так что музыки, подобной великой музыке прошлого Уже просто не может быть Ницше говорит, что великая музыка Это всегда лебединая песня И такой лебединой песней он считал музыку Моцарта Надо сказать, что доктор Фаустас Томаса Мана Пишется как бы и все время сопоставляется С другой книгой, писавшейся одновременно с ним С игрой в бисер Германа Гессе Там, конечно, не действуют никакие потусторонние силы И Йозеф Кнехт отнюдь ди Фауст Не Фаустус и не Фауст Но эта идея невозможности искусства там присутствует На смену искусству приходит игра в бисер в этой книге То есть различные комбинации того, что уже было Этих комбинаций не может избежать и Адриан Леверкюн Но ему этого недостаточно Он ищет новых творческих стимулов И готов согласиться на любые стимулы, если они его стимулируют У Томаса Мана это получает такое физиологическое определение и обоснование Адриан Леверкюн заражается сифилисом При случайной любовной встрече И не хочет его лечить Он его готов воспринять как некий творческий стимул Что, собственно, в общем и происходит И вот это вдохновение от болезней, которая в нем таится Оборачивается в романе Томаса Мана как сговор с дьяволом Дьявол приходит к Адриану Леверкюну И он говорит, что мы уже заключили с тобой договор Ты подписал со мной договор своей плотью и кровью Когда заражался этой болезнью Хотя она тебя предупреждала Что тебе грозит Ты пошел на это И теперь все последствия ты будешь нести Получишь зловещие, страшные вдохновения Которые будут сочетаться с провалами От которых ты никуда не уйдешь И тут следует тема музыки Адриана Леверкюна, надо сказать, великолепно выписанная Томасом Маном Собственно говоря, такой музыки никто по-настоящему не написал Она живет только в романе Хотя, несомненно, она оказала какое-то влияние на музыку 20 века Не будучи, собственно говоря, музыкой А будучи только поэтическим словом У Томаса Мана был при этом консультант, на которого он ссылается Это Теодор Визенгрун Тадорна Философ франкфуртской школы Музыковед, историк искусства и сам музыкант Он консультировал Томаса Мана в том, что касается музыки Адорна известен был как критик Стравинского Стравинский тоже композитор этого типа Который пытается найти выход из невозможности музыки И он действительно часто комбинирует мотивы того, что уже было Создавая свои произведения Собственно, вина Трагическая вина Адриана Леверкюна в том, что он готов принять любые стимулы Если они ему дают вдохновение Вдохновение перестает у него быть высшим даром Оно превращается в демоническое начало И на этом основывается его музыка, которая для очень узкого круга Но тут появляется еще один мотив Музыка Леверкюна определенным образом согласуется С теми мрачными тенденциями, подготавливающими явления национал-социализма в Германии Из этого не следует, что Адриан Леверкюн имеет какое-то отношение к национал-социализму В романе Томаса Манна его музыка подберегается категорическому запрещению Как всякая другая авангардистская музыка при национал-социализме Но какие произведения, вообще говоря, он создает? Он создает, например, ораторию Апокалипсис Это действительно грандиозный замысел Который, пожалуй, не под силу никакому композитору 20 века И он, главное, создает произведение доктор Фаусти в Вейклаге Фаусти – это родительный падеж именно от того имени Фаустус На котором строится та ситуация, о которой я вам говорю Это и должно быть его последним произведением Он называет его симфонической кантатой Он собирает своих друзей и поклонников И собирается уже запеть это произведение Но запеть он не может Наступает безумие, сумасшествие В состоянии этого безумия он живет еще несколько лет Томас Манн описывает его попытку самоубийства Когда он пытается утопиться в пруду Это самоубийство останавливают И Томас Манн высказывает предположение Справедливо ли это, потому что, возможно, самоубийство Это способ уйти от договора с дьяволом Который заключен и который непререкаем Надо сказать, что договор с дьяволом обрекает Адриана Ливеркина на полное одиночество Это безлюбый монах сатаны, как сказано о нем Его любовь к женщине ничему не приводит Он любит пианистку Он любит своего племянника, сына своей сестры Дьявол поражает его смертельной болезнью Это действительно последние аккорды истории доктора Фаустуса Но для того, чтобы мы поняли всю глубину Трагическую глубину этой ситуации Мы должны вспомнить еще раз Гете Гете открывает совсем другие перспективы Человекам И эти другие перспективы связаны как раз с любовью С той любовью, которая Адриану Ливеркину недоступна Фаустуса губит его неспособность любить А Фауст спасает его любовь к Гретхену Мы уже говорили, что ангелы, хор ангелов Возвещает ему, что он может спастись Потому что он стремился и трудился Но, оказывается, в его жизни принимала участие Вечная женственность с самого начала И там в финале Геттовского Фауста Есть такой доктор Марианус Который поет такие слова Высшая властительница мира Позволь в твоем голубом шатре увидеть твою тайну В сущности говоря, Геттовский Фауст и стремится Увидеть эту тайну вечной женственности в голубом шатре И его спасает вечная женственность То есть та любовь, от которой доктор Фаустас отрекается Несмотря на то, что он получает прекрасную Елену Но это лишь чувственная страсть Это стремление к обладанию А не к тому самопожертвованию, которого требует любовь Это самопожертвование не со стороны Фауста Но самопожертвование со стороны этой любви И в конце концов Фауст спасается Той любовью, от которой отрекается Авангардистское искусство То жестокое, холодное, суровое искусство Которое обретает Леверкин Искусство, которое в конечном счете пародийно Которое действительно пародирует в музыке Все то, что было до сих пор Ради художественных эффектов, по-своему совершенных Но обжигающих холодом Это леденящие обжигания Вечного льда, вечной мерзлоты Дьявол ему говорит Я буду тебя ввергать в жар и в холод В этом будет проходить твоя жизнь Она в этом проходит И она кончается безумием Таким образом, доктор Фаустас Выступает против Фауста Он пытается высмеять и подшутить Над той вечной женственностью Которая спасает Фауста Нам остается определить Что же в конце концов торжествует По-видимому, все-таки поколебать Гетовского Фауста невозможно Это торжество Фауста Не признается современной западной культурой Стараются его не замечать Но это несущественно в данном случае Потому что культура располагается В других пространствах и в других временах Как не замалчивай опыт Гёте Он берет верх Хотя ситуация в музыке Действительно непроста И она трагична И эта исчерпанность музыкальной традиции Сказывается у величайших композиторов 20 века Но, тем не менее, нельзя предположить Что это раз навсегда Мы не можем отрицать Что перед музыкой могут открыться Какие-то перспективы О которых мы еще не подозреваем И эти перспективы связаны С той высшей властительницей мира Тайну которой хочет увидеть доктор Марианус И которую видит Фауст Гёте Когда он понимает, что Вечная женственность влечет нас сюда И когда Шпенглер будет говорить о фаустовской культуре Он, конечно, имеет в виду культуру гетовского фауста А не культуру доктора Фауста Из народной книги Который подчинился дьяволу А доктор Фауст Восторжествовал над дьяволом По замыслу Лессинга Прощенный богом за то, что он трудился Стремился И любил Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok